Уже не в первый раз руководство с Дюшоржем Чужинополесе организует встречу своих воспитанников с международных соревнований. На этот раз делегация, возглавляемая директором спортивной школы Мозорска НПЗ Владимиром Ивановичем Хамутовским, направилась в национальный аэропорт Минск. Прибывали наши герои юношеского и молодежного чемпионата мира по гребле на байдарках и каное. Напомним, что в Португалии белорусская команда завоевала 7 медалей, и что особенно приятно, к двум золотым наградам и одной бронзовой медали были причастны представители Мозорска школы гребли. Также в Монтамор-Увеле были три полистских тренера Виталия Алексеевич Гуз, Сергей Иванович Зборовский и Павел Игоревич Модрагель, воспитанница которого Камила Бобра стала настоящей героиней планетарного перенства. Этим чемпионатом мира мы довольны. Довольны нашим результатом экипажной двойки. Мы установили рекорд 44,2 и я довольна своей одиночкой. Поясним, что раньше Дарина была лидером экипажа и именно она выступала в лодке-одиночке. Теперь же соотношение сил в этом дойте изменилось. И вот уже Камила борется за победу как в парном, так и в индивидуальном виде программы. Вообще это перенесо станет ярчайшей страницей в Корее обоих спортсменок. Но вот как им понравилась страна, в которой проводился чемпионат – Португалия. Поедут ли девчонки туда уже в качестве туристок? Ну, сам канал там хороший, как бы, если бы только не боковой ветер, он всегда мешает. А так канал хороший, жили мы тоже более-менее нормально. Единственное, что, конечно, было бы хорошо, если бы мы жили около океана, как и все остальные команды. Вот. А отдыхать, ездить там очень холодный океан, мы туда не поедем. По Португалии, как в Португалии, ничем не удивило. Конечно, Атлантический океан там красивым. Но хотелось бы, чтобы канал был получше. И бойки поближе к финишу. Камила с юмором обыграла свой финиш лодке-одиночке, когда она, уже казалось серебряной медалисткой, чуть раньше сделала подсет. И только бронзовая медаль за третье место – итог финала для воспитанницы с дюшор «Жемчужнополисия». Через месяц, впрочем, Бобра будет иметь возможность взять реванш у соперниц, только уже на чемпионате мира среди взрослых спортсменок, к которому девушки начинают подготовку практически сразу же после прибытия в Беларусь. Да, конечно, мы сейчас в понедельник уезжаем на сбор в Чехию, где продлится наша подготовка. И отправимся с Чехии в Милан на чемпионат мира по взрослым. Чемпионат мира пройдет, как известно, в Милане. И местные достопримечательности, надеемся, не будут увлекать канаисток от поставленной цели – завоевание золотых наград. Не, ну мы прежде всего туда едем за золотой медалью. Мы уже ниже не хотим опускаться. В очередной раз мы туда едем за золотой медалью, за новым рекордом. И будем стараться добавлять к финишу все больше и больше. Героем стал и тренер-канаисток Павел Игоревич Мудрагель, который и свою воспитанницу Камилу Бобр подготовил должным образом. И экипаж Костюченко Бобр старался довести до самой лучшей готовности буквально в последние дни перед стартом. Конечно, доволен. Медаль на чемпионате мира – это уже, или первая, или третья – это уже успех. Да, хотелось бы лучше, но не получилось. Доработаем к чемпионату мира по-взрослым. Я думаю, что на чемпионате мира выступим. Будет медаль золотая. В то, что Камила Бобр может выиграть взрослый чемпионат мира в кану одиночки, верим и мы. Тем паче, что за нее переживают такие верные и горящие поклонники, как мозорская любитель спорта. Конечно, приятно, когда поддерживают так далеко родные, поддерживают коллеги, поддерживают завод «Мозорский нефтеперерабатывающий». Директор. Вот даже сегодня собрались, приехали всей компанией нашей, встретили нас. Очень приятно и гордо за наш «Мозорий» и «Мозорский нефтеперерабатывающий завод». Директор из дешёра «Жемчужнополесия», как всегда, был взволнован и рад этому грандиозному успеху. Ну, во-первых, чемпионаты мира проходят не так часто, раз в году, поэтому, конечно, скажу, если бы золота не было, может быть, конечно, не поехали. Но просто наши грибцы приучили Камила к золоту, поэтому, конечно, идея сразу, когда такая новость вчера поступила, была очень приятна. Я считаю, эти дни в истории нужно, то есть, отмечать, встречать, как эта история, поэтому я думаю, что то, что мы приехали, это всё, и тем более, чтобы немножко чувствовали наши спортсмены поддержку. Поэтому, тем более, на этом чемпионате мира у нас был и тренер команду национальную представлял, Мудрик Павел Игоревич, и у нас было ещё пять воспитанников на чемпионате мира. Это впервые в нашей истории, поэтому это очень, конечно, почётно. И плюс то, что ещё у нас Камила выступала за… она ещё юниорка, но выступала до 23 лет. И, кстати, в одиночке очень так успешно тоже медаль. Я думаю, что предстоящий чемпионат мира в Милане, я думаю, что девчонки себя проявят, и там на самом высоком уровне докажут свою конкурентоспособность. Тут же была и супруга Павла Игоревича Мудрагеля Елена Ивановна. Конечно, переживали, хотели, чтобы хорошо выступили, вернулись живые, здоровые домой. Павел Игоревич вне всяких сомнений чувствовал поддержку жены, которая может гордиться своим супругом, одним из лучших тренеров Европы по Гребле. Конечно, чувствовалось, что жена переживает, беспокоится. Это было приятно. И мы сделали, что хотели, что это вот, и выступили максимум, что смогли. Интересно, каков он дома, Павел Игоревич Мудрагель? Отражается ли его деятельность на делах домашних? Говорит ли он о работе, в семье? Как и все вначале приходят домой с каким-то остатком, но как бы переключаются быстро. И как хозяин, большой-большой молодец. Даже водитель с дюшер жемчужного поляса разбирается в спортивных нюансах. Он, Николай Григорьевич Силич, тоже переживал у компьютерного монитора за Камилу Бубра и Павла Мудрагеля. И в их успехе есть и частичка труда Силича. Очень доволен. Переживал. Ну, конечно, болел. Все переживали. Все. Как есть. Слава Богу, что мы соприкасаемся с этими людьми и очень рады за их победу. Возвращаясь к Камиле Бубра, отметим, что она до сбора в Чехии неделю будет тренироваться в Беларуси. На родной для себя грибной базе с дюшер жемчужной полесье. До сбора в Чехии я еще неделю буду дома. Буду тренироваться на своей базе НПЗовской, жемчужной полесье. Конечно, упал уровень воды, но у нас есть техника, нам помогает. И, конечно, нас это не затрудняет ходить на воду. Конечно, у нас большая проблема на базе, что нет воды на базе, нет помыться, чтобы после тренировки. Думаем, проблемы с водой на базе спортивной школы Мозорского нефтепрабатывающего завода решатся оперативно. А пока еще раз вернемся в Португалию и насладимся триумфом вместе с уже трехкратной чемпионкой мира Камилой Бобр, воспитанницей тренерского тандема Мудрогель Клименко, одной из лучших спортсменок планеты Земля, славой белорусского спорта, гордостью с дюшер, жемчужной полесье.